Ну что же, всех рад приветствовать на новом выживании, меня зовут Вайден и добро пожаловать в сезон Эхо Легенды. Мой первый сюжетный сезон, в котором полностью эксклюзивный сюжет, новые постройки, интересные механики и конечно же новый мир. Мир, где мы попадем в самое начало истории и узнаем как все начиналось. Что ж, казалось бы мы можем начинать, но есть еще одна важная вещь. Я хотел бы попросить вас обязательно поставить лайк и подписаться, это самая лучшая мотивация, которая существует, так как работы проделано очень много и будет сделано еще больше. И как я говорил, горизонт никогда не заканчивается, так что не будем медлить, начинаем. Так, мы начинаем, сюжетик начинается, что-то делается, так, я в какой-то локации, посмотрим что у нас тут, я так понимаю вечер, пройти туда я не могу. Тут какой-то у нас домик получается, инвентарь по сути у нас пустой, ничего вообще у нас нету, никаких приколов, ничего. Кстати, у меня скин новый, да, перерисованный, сделанный новый скин, прикольный, прикольненький. Так, ну что ж, давайте будем заходить или что. Так, здравствуйте, тут кто-нибудь есть? Вайден, еще одно замечательное утро, я так понимаю это кухня, да? Эм, бочки, ничего нет, это что, какой-то котел? Да, кухонный котел, окей, понимаю, подняться на второй этаж. Так, поднимаемся, что у нас здесь? Прикольно, прикольно, домик такой. Что у нас здесь? Тоже какие-то бочечки, полочки, что-то такое тут. Так, а что у нас в окне вообще? Вот там у нас какая-то, я так понимаю, это какой-то загончик или что-то подобное. Подобное? Блин, интересно. Так, это что за дверьки? Это наша, я так понимаю, спальня. Окей, прикольно. Может нам вообще поспать нужно? Так, я сказал, что еще одно замечательное утро. Угу, ну мы, получается, нам нужно было зайти именно в дом. Давайте поднимемся вот сюда. Так, я сказал сначала, еще одно замечательное утро. Было бы, если я снова не потерял свой дневник. Так, и мне дали новое задание, найти дневник Вайда. Новое задание, выполнить задание с дневника. Так, ой, не то. Так, ну все, получается, мы сейчас идем и будем делать все то, что нам тут написано. Ё-моё, я совсем потерял счет времени. Сейчас же рынок закрывается. Ой-ой-ой. Все, что на продажу, я сложил в сундук в подвале. Нужно поторопиться. Так, погнали. Погнали, погнали. Стоп, а где подвал? Куда бежать? Я так понимаю, он не в доме, потому что в доме я его не видел. Окей, посмотрим где-то тут. У нас тут вот наша, я так понимаю, ферма. Все это такое. Ага, вот что-то у нас есть. Заходим. Так, так, вау. Ничего себе. Так, я так понимаю, вот это все... А нет, ничего в этом сундучке нет. А тут что? Картофель. Давайте, по сути, все будем забирать. Я так понимаю. Или что? Вот это забираем. Морковку забираем. Вот это томатики забираем. Что тут у нас еще можно забрать? Что-то еще можно? Нет, больше ничего. До деревни далековато, но времени запрягать лошадей у меня нет. Пойду пешком по этой дороге. Новое задание пойти на рынок в деревню. Окей. Так, а где наша дорога вообще? Подождите. Так, я так понимаю, нам надо в эту сторону вот бежать. Вот все. Вот фонарики, рыночек. Все, погнали быстро на рынок. Нам надо, я так понимаю, вот это все вот продать. Картофель, морковку, вот это все. Так, бежим, бежим. Ой, какое красивое утро, блин. Блин, я вообще-то туплю, ничего еще не понимаю. Но ничего, это мы еще в будущем поправим. Все будет окей. Обалдеть, я вижу деревню. Я так понимаю, это деревня, а тут какие-то забор такой большой. Так, это вход. А никакой охраны нет, ничего. Бить не будут. Окей. И где все? Почему сегодня так мало людей? Так, да, это правда. Да и разговаривать со мной не хотят. Пойду спрошу у Эдгара, что происходит. Он вроде как переехал в новый дом. Кажется, в тот, что с зеленой крышей. Новая задача найти дом Эдгара. Вот кто-то стоит. Давайте о ее что-ли поговорим. Здоров. Ну, иди отсюда быстро. Что? И это все? Чувак, а что я тебе сделал? Иди отсюда быстро. А почему он так враждебно настроен? Алло, чувак. Не хочет говорить, да? Так. Ой. Там какой-то дед лежит. Тихо. Давайте подойдем. Здрасте. У вас все нормально? Колбаса. Макароны. Макароны. Понятно. Ладно, оставим его здесь. Не будем мешать человеку спать. Так, я вижу там еще кто-то. Давайте еще сюда подойдем. Я так понимаю. Ой, смотрите. Тут какой-то у нас фермер. Давайте мы еще с ним поговорим. Я надеюсь, он не будет так плохо настроен. Здрасте. Я занят. Ой. А что ты такой прям? Ладно. Ладно, неплохо. Хорошо. Меня хотя бы не послали куда-то подальше. Ладно, еще походим посмотрим. Возможно, где-то кто-то еще будет. Так, у нас еще вот кто-то стоит. Здравствуйте. Кто вы? Ой, что вы такой злой? Здоров. Чего тебе? Уходи. Ой, понял. Все, все, не будем. О, что? А почему меня так недолюбливают? Почему меня так все... Не знаю. Не то, что ли бояться. Не то, не знаю, злость какую-то держит. Непонятно. Так, смотрите. У нас тут еще один клиент сидит. На крыше прям. Это неужели этот наш Эдгар? Здоров. Уходи отсюда. Чего? Что? А почему они меня все так ненавидят? Я не понимаю. А что такое я сделал? Так, ну вот этот клиент у нас... Пусть лежит. Он против меня ничего вообще не имеет. Так, я понимаю, это... Это домик. Угу. Это так наш... Эдгар, я так понимаю. Эдгар это наш друг. Нам нужно сюда. Вайден. Это моя могила? О, тихо. Что-то трясется. Тихо, тихо, тихо. Эээ... Показалось. Чего? Что это было такое? Тут... Тут реально была моя могила. Вот тут вот. И там было на табличке Вайда написано. Чего? Обалдеть. Вот чего-чего. А я не ожидал, что в первой серии меня уже того самого... Закидали, короче. Умер я в первой серии, оказывается. Да. Где этот Эдгар? Я так понимаю, нам к нему как-то... К нам попасть к нему? Вот так вот, что ли? Здрасте. Эдгар. Братан. Я там у тебя, оказывается, умер уже, да? А я думал, мы друзья. Или кто мы? Посмотрим, что у нас здесь. Чердак. Так. Записка. Ни в коем случае не возвращайся домой. Беги в дикие земли. Пожалуйста, поверь. Уходи. Я найду тебя позже. Для моего друга Байдена. Ни в коем случае не возвращаться домой. О! Ничего себе! Беги в дикие земли. Пожалуйста, поверь. Уходи. Я найду тебя. Я понял, что бежать в какие дикие земли? Ну, типа, а... Он здесь. Я его оглушил. Зовите сюда. О! Что? Где я? У меня вообще ничего нет. Где все мои вещи? Алло! А... И... Где и как я появился? Стоп! Я понял. Я так понял, что я убежал. Так как мой друг и сказал в дикие земли. Вот оно что. Да, ну, блин. Никаких записок и того дневника у меня уже нет. Блин. Так. И что нам делать дальше? Давайте осмотримся. Может здесь что-то где-то есть? Возможно нам, не знаю, надо куда-то побежать, еще что-то сделать. Ну, давайте что? Спускаться с этой горы, я так понимаю? Или что? Какой-то неизвестный сказал. Он здесь. Я его оглушил. Зовите сюда. Кого-то они хотели позвать, чтобы меня словить. А за что? Что я сделал, что меня кто-то хотел поймать вообще? Наш друг, я так понимаю, Эдгар, сказал, что мы должны бежать. Он нас найдет. Окей. Тихо, тихо. Это что? Это... А, это статуя с какого-то там мода. Так. Ну, значит мы будем убегать, убегать. От нее подальше. Вот, как бы это вам показать. Вот. Она будет на меня идти. Блин, нам надо как-то уйти от нее. Короче, что мы имеем? Я просто в шоке. Я обычный, я так понимаю, житель. Просто обычный житель. Рабочий. Работяга. И не пойми, почему я просто пошел на рынок продавать. Все, что я там хотел продать. А в итоге меня кто-то разыскивает. Не пойми кто. Мой друг Эдгар сказал, что надо бежать. И в какие-то дикие земли, во-первых. Но это, знаете, вот эта приписочка или просто название дикие земли меня очень смущает только из-за того, что вот деревня, она была ограждена забором. Ну, то есть, как бы обычная деревня. Тихо, 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 тихо. Статуи. Ой, пол хп снесли. Ой-ой-ой, как-то мне надо от них свалить. Заборы вокруг деревни сделаны, скорее всего, не просто так. Если есть какие-то дикие земли и деревня, которая огражена забором, значит, есть какие-то небезопасные, точнее опасные очень вещи. И я куда-то побежал, фиг пойми куда. Что мне делать, я вообще не знаю. У меня ничегошеньки нет. Но есть одна надежда на нашего друга Эдгара, что он нас типа найдет. Ой, окей, это, конечно, экшен. Блин, вот тебе и утречка доброе. Обычное утро, да, закончилось тем, что уже вечером я преступник какой-то, что ли. Капец. Сейчас странно, что, кстати, еще, по-моему, в деревне я сказал, что со мной никто не хочет говорить. Опять же, не пойми из-за чего. Так, но мы вообще будем выживать пока что. Так как уже вечер. Надо сделать кровать, вот это все, сделать какую-то мини-базу, потому что тут, ну, очень опасно. Вы видели вот только что статуи. О, обалденно. Вот это физика, вот это круто. Вот вообще и звук крутой, обалдеть. Пипец, пипец. Так, какие-то что у нас, шишечки. Это типа саженцы, окей. Это мы посадим. И что ж, по стандартику делаем верстак и палки. Так, вечереет уже. Давайте мы, скорее всего, спустимся. И смотрите, вот там на карте я вижу какой-то данж. Возможно, мы... А, вон, какая-то башня. Давайте мы попробуем, я думаю, туда пойти. Но давайте, во-первых, сделаем еще пару досочек. Сделаем себе кирочку. По-любому. Вот, кстати, первый наш камень. Ю-ху! Новое достижение. Каменный век. Так, ух. Блин, эпичное, эпичное довольно-таки начало. Все закончилось, блин, побегом. Чего-чего, такого я не ожидал. Блин, все так круто оформлено. Вы только посмотрите, как минимум, графика. Очень крутые, во-первых, шейдеры. Ну, очень круто сделано. Все, спасибо команде. Я надеюсь, что вам, ребятки, всем понравится это выживание. Оно реально очень много времени потрачено, чтобы это все сделать, написать сюжет. Вот эта вся техническая часть. И я надеюсь, что вам понравится, и вы оцените его по достоинству. Сразу уже сделаем себе каменные инструментики. Все как всегда. И там что-то, кстати, еще написано, когда я вот shift нажимаю, по-моему, нет. А, вот, смотрите, каменный топор. И, я так понимаю, атака у него медленная? Или что это пишет такое? Я что-то не очень понимаю. Да, давайте в итоге мы пойдем туда. У меня, конечно, не фулл хп. Плюс у меня еще какой-то индикатор чего-то есть. Вот вода, я так понимаю. Точнее, это жажда. И вот этот вот скелетик, это, я так понимаю, температура. Ой, что это такое? Кто это побежал? Тихо-тихо. Так, вон башня. Я хочу туда. Да, скажу еще того, что еще не говорил. Сюжета я не знаю. Вот прям клянусь-клянусь. Типа, зачем мне его знать? Мне бы чисто было неинтересно. Вообще ничего потом, если бы я его знал. Сюжет я по-любому не знаю. А вот прям абсолютно ничего. То есть, все, что вы видите, вижу я тоже впервые. Так что не надо писать, что там, вот ты и знаешь сюжет или что-то такое. Нет, я, ребят, все, что делаю, это снимаю. Уже то, что мне скидывают. Вот. У нас тут башня. Я там вижу какие-то враги, я так понимаю, есть. И, блин, мне бы захилиться. Ой. Скиль. Тихо, тихо, тихо. А. Статуя, блин, она напала сзади. Пипец. Уф, вот это я чуть не это самого. Уу. Тихо, тихо. Тихо. Там еще кто-то есть. Блин, они... Вау. Какие надписи. Гравийный пляж. Прикольно. Ничего себе. Прям подписывает каждый биом. У нас тут есть какой-то данжик. Что у нас здесь? Давайте мы все же посмотрим, заглянем сюда. Я надеюсь, тут меня никто не убьет. Нет. Тут свечечки. Тут костер. Ммм. Так, ну там по-любому есть какие-то... Все, я понял. Там зомби, там спавнеры по-любому есть. Я не хочу... А, вот уголь. Уголечек наш любименький. Да будем уголек. Это будет намного лучше, чем пойти и умереть от зомбаков. Нет, нет, нет. Я такого не хочу. Так. И, кстати, что я вам еще... Ну, я думаю, все уже заметили, что вот такие вот лучики появляются, когда падает какой-то предмет. И тут пишет, что вот дубовая лодка и камон. Типа вот... Ну, камон. Ну, в том, что это обычный предмет. То есть, если это не обычный предмет, оно будет светиться по-другому. Так что вот. Так, у нас вечер. И мы добываем уголек. Ой, посмотрите. Мне дали какой-то раскрошенный иисцит. О боже. Можно вставить предметы с гнездами. Пассив скилл 3. С мода такого... И что? Никак не используется. О, ё-моё. Сломанный рубин. Некачественный рубин. Ничего себе. Раскрашенный рубин. Я так понимаю, это я могу крафтить. И что? По названию мода, я так понимаю, это прокачка. То есть... А ну, давайте-ка посмотрим. О! Йема! Ничего себе. Ничего себе. Пипец. И это всё нам предстоит прокачивать? Вы чё, издеваетесь? Вы хотите, чтобы я тут, не знаю, с ума сошёл? Да я, конечно, уже чуть-чуть с ума сошёл. Такого начала. Ну ладно. Так, что это? Духовая врата соединяется с другими вратами. Это что? Фрукт амброзии. Создаваемая еда даёт плюс 0.2 регенерации здоровья на минуту. Окей. Магический поток зачарования на плюс 10% шанса бесплатного зачарования. Ууу, прикол. А я могу что-то прокачать, нет? А как? Купить очко умений осталось очков 0. Ага, вот оно что. Это, короче, у нас в итоге не скиллпоинты какие-то, это просто какие-то кристаллики. Скорее всего, даже не связаны с тем модом. О, сломанный цитрин. Можно вставить в предметы с гнёздами. Бижутерия. Плюс 100% шанса получить награды с рыбалки. Ой, там сколько всего, прикольно. А я так понимаю, я могу это соединить с какими-то вещами, нет? А давайте попробуем. А нет, так не работает. Скорее всего, нужна какая-нибудь наковальня или что-то типа такое. Так, я всё говорю-говорю, но мы никуда не идём. Так, там какие-то точки красные, это по-любому плохие мобы, я не хочу с ними связываться вообще. Тут вот какая-то гора есть, давайте мы на неё поднимемся и побежим где-то в эту всю сторону. Смотрите, это деревня. Ой, боже. Ты смотри. Это деревня, стоп. А это, случаем, не та деревня, в которой я был? Нет? Нет, мне кажется, не это. Это что такое? Это типа обсерватория? Ничего себе. Вот это мне повезло. Нашёл себе деревню. Деревню. Да, реально. Смотрите, вот там на карте зелёные точки. Это жители. Алло, жители, вы где люди? Где все? Давайте мы всё же зайдём. Простите, жители, но я вас оборую. А, еда, еда, наконец-то. Еда, картошечка, кожа. Изумрудики. Давайте мы это поедим. Покушаем, покушаем. Пуф, блин. А как вообще жажду восстанавливать? Нам, по-моему, надо какой-то бутылёчек сделать, из которого мы сможем потом пить воду. А, так. Кровать мы по-любому заберём. Сундук мы, кстати, тоже заберём. Кроличью шкурку выкинем. Она нам, блин, не нужна. И что мы будем кушать? Картошку не будем, мы её посадим. Давайте будем пока что хлеб есть. Так, и давайте, возможно, где-то здесь делаем себе, думаю, базу. Почему бы и нет? А чё нам ждать? Сюжет на месте стоять не будет. И мы не должны. Сделаем себе домик и будем в нём там жить и продвигаться как-то. Так, кстати, тут железо. По-любому его добудем. Оно нам по-любому понадобится. И коровы! И вот так вот тебе. Давайте мы от третьего лица посмотрим, как это выглядит круто. Вот так. Сюда. А ну-ка. Давай. Вот так. Сюда. Ой, блин, это ещё привыкнуть надо. Ой, она сама разбилась. Окей. Прикольно. Плюс три сферы опыта. Прикол. Тут всё так детально расписано, что это просто пипец. Сборка такая тоже, знаете, прикольно. Вы только посмотрите на эту генерацию. Как красиво. Мне кажется, мы где-то, кстати, тут. И поселимся. Почему бы, кстати, и нет? Я так понимаю, это и есть дикие земли. Но что нас тут ждёт вообще? Это уже непонятно. Это уже... Посмотрим дальше, что у нас тут будет ждать. Вау. Как красиво. Вы только посмотрите на это. Я даже скриншотик сделал. Как красиво освещение сделано. Очень прикольно. Ну, прям очень реалистично. Ребята, я вам сейчас такое покажу. Короче, смотрите. Я зашёл в какой-то домик. Это я так... Это даже не домик. Это такой себе ресторан. Смотрите. Тут такие столики. Всё так круто сделано. По-бугатым, по-бугатым. Вот. Тут, типа, я так пойму. Вот касса. И смотрите. Я тут вот забрал. Две коптильни тут были. И что я вот под кассой нашёл? Опа. А тут золотое яблоко. А тут куча морковки. Тут печеньки есть. А, блин. А у меня инвентаря не хватает. Так. Давайте что-то выкинем. Давайте вот эти каменные кирпичи. Они нам не нужны. Хлеб заберём по-любому. И тушёный кролик. Потому что он много слишком восстанавливает. Мы по-любому его должны взять. Но, блин. Что выкинуть? Киркув давайте вот выкинем. Так. Ну, я думаю, где-то вот здесь можно построить. Давайте мы вот это всё ненужное уберём. Вот как всё это круто выглядит. Куча вещей попадала. А тут... Круто выглядит. О! Я нажимаю shift. И я вижу просто всё, что подписано. Не надо наводиться. Круто, круто. Да. Короче. Вот тут мы сделаем себе домик. Тут, как по мне, место довольно-таки хорошее. Домик сильно, я думаю, не будем какой-то сильно богатый делать. Просто так. Я дурак. Так. Поставим печечки где-то вот здесь. Сундучок где-то сюда. И давайте поставим кроватку. Тут. Вот. Всё. Найс. Как по мне, более-менее такая себе у нас коробочка получилась, конечно. Но это ничего. Это всё только для начала. Давайте мы закинем ещё к тем. Миско пожарите. Вот. Вот так вот. Блин. Я не могу. Какое крутое освещение. Вот. Реально. Очень круто. И давайте мы всё же чуть-чуть уголя возьмём. И сделаем себе ещё факелы. По-любому. По-любому факелы нам нужны. А то у нас вообще, кстати, ничего тут не было видно до этого. И, кстати, я думаю, все заметили, что у нас время не идёт вообще. То есть вот солнце на одном месте стоит. Ну, я думаю, это типа по сюжету так всё и должно быть. То есть, ну, я думаю, ничего точно плохого не случилось. Всё, по сути, так и должно быть. Я думаю, серия первая получилась очень крутой. Довольно-таки эпичной, как для первой серии. У нас уже, можно сказать, была такая себе мини-погоня за нами. Ну, что ж. Это всё появилась, знаете, такая интрига. А что же будет дальше? А почему нас ищут? А что с нами вообще не так? И кто такой Эдгар? Кто такой Эдгар? Я так понял, это, опять же, да? Это как бы наш друг. Но всё же, кто он? Он на нашей стороне или нет? Но он сказал, что нас найдёт. То есть, он отыщет нас. И, скорее всего, мы скоро с ним встретимся. А если вы хотите увидеть больше крутого контента и увидеть следующие серии, то не поскупитесь, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это будет для нас очень крутой мотивацией делать дальше намного больше и что-то интереснее. Что ж. А с вами был Вайден. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok